15 мая во всем мире отмечают День семьи. Каждая семья уникальна, в каждой свои традиции и правила. Какой бы ни была ваша, важно, чтобы в ней царили любовь, взаимопонимание и уважение друг к другу. Построить такую семью – настоящее искусство, требующее опыта, мудрости и хорошего примера перед глазами. На страницах книг истории о семьях, детях, дедушках и бабушках, братьях и сестрах бывают смешными и грустными, веселыми и трагическими. Библиотека номер 18 Северного округа расскажет о серии книг про очень большую семью – приключения семейки из Шербура, которую написал Жан Филипп Арувеньо. Эта серия состоит из семи книг про шестерых мальчиков Жана и их родителей. Автор этой книги – француз Жан Филипп, один из тех самых шести братьев Жанов, о которых пойдет речь, а еще точнее – Жан Бе, второй по старшинству. С самого детства Арувеньо обожал читать. В 1984 году опубликовал свой первый взрослый роман, за который получил премию «Лучший дебют», а через несколько лет выпустил вторую книгу – детскую. Сегодня Арувеньо автор 30 книг, заведует отделом детской литературы в крупнейшем независимом французском издании «Галлемар». Итак, перед нами Франция, 60-е годы прошлого века, обычная семья. Мама – опора семьи, ее стержень, человек, который все всегда контролирует. Папа – очень хороший врач, старается обеспечить семью в меру возможностей. Это не значит, что он не участвует в семейной жизни, еще как участвует. Он лично придумал имена сыновьян, и теперь это больше похоже на семейный цирк акробатов 6 Жанов. У папы трудности с запоминанием имен, а чтобы детей хоть как-то различать, к имени добавили буквы в алфавитном порядке – по старшинству. Итак, знакомьтесь, Жан А, 10 лет, прозвище «Аристократ», потому что старший и потому что достал всех своими манерами. Жан Б, 8 лет. Секретное имя Жан Булка, потому что любит поесть, и это сказывается на фигуре. Жан В, 6 лет, все время витает в облаках. Жан Г, 4 года. Обидная буква, но он и вправду самый гадкий. Жан Д, 2 года. Еще маленькие прозвища пока нет, но Жан А часто шутит. Жан Д, держи крепче штанишки. Жан Е, этот малыш появился на свет в предпоследней главе, а до этого находился у мамы в животике. Но остальные братья уже придумывают прозвище и для него. Жан Единорог, Жан Еле влазит штаны, Жан Ест объедки. Нас в семье шестеро, и все – мальчишки. Шестеро братьев с одинаковыми оттопыренными ушами и одинаковым вихром на макушке. Когда у тебя так много братьев, кажется, будто ты всего лишь один из экземпляров в коллекции пластмассовых фигурок. По воскресеньям, когда мы все вместе выходим из дома, прохожие оборачиваются и таращатся на нас. Они нас мысленно пересчитывают по несколько раз подряд и делают огромные глаза. Наверное, думают, что стали жертвой оптического обмана. «Это все ваши мальчики?» – спрашивают они. «Да, а что?» – спрашивают в ответ мама. «Какая замечательная семья!» – восклицают они таким тоном, как будто бы стали свидетелями землетрясения или железнодорожной катастрофы. А вообще, если хорошенько подумать, шестеро детей – это иногда даже удобно. Например, когда у тебя есть братья, убирать со стола или выносить мусор приходится гораздо реже, чем тем, у кого их нет. С героями книги происходят самые обычные для мальчишек истории. Они учатся в младшей школе, мечтают о покупке телевизора, посещают бассейн, бережно вынося выхлебанные во время тренировки литры хлорированной воды и любят мамин пирог с капустой и сыром. Они дерутся, орут, лепят снеговиков и открывают детективный клуб. Они терпеть не могут семейку фугас, за которыми приходится донашивать одежду, ждут подарков от Деда Мороза и болеют вшестером. А чуть полегчают, прыгают по кровати с криками. «Смотри!» – кричал он, тыча мне в нос пустым рукавом пижамы. «Моя рука!» – я ее отморозил, и папа отрезал ее маникюрными ножничками. «Вот и хорошо! Не будешь больше ковырять в носу!» – буркнул я. Он свалился на кровать, как будто корчась от боли. «Я однорукий! Мне прикрутят щипцы для сахара к кровавой культяпке!» А папа может, потому что он – военно-морской врач и иногда грозит отдать их в училище для детей военных. Во второй книге «Летающий сыр» приключения продолжаются. У папы нашлась хорошая новость – они переезжают в другой город. Хорошей, правда, она была не для всех. Например, Жан-Бе загрустил, услышав ее. Но в свете того, что он серьезно провинился, пытаясь заказать оружие по интернету, да еще и после демократических выборов, его голос ничто не значил. И в доме начался настоящий кавардак. Потому что все, что было до этого, так – мелочи. Ведь переезд – это очень важное дело. А переезд с шестью детьми, где есть один очень рассеянный мальчик, это вообще катастрофа. А потом наступили летние каникулы. Семейка отправилась в деревню к дедушке и бабушке. Оригиналом не меньше папы и мамы. И это было здорово. Все-таки деревня – это хорошее место. Там есть, где выловить суппозитория. Под досками в гараже живут первый и второй. А если идет дождь, можно играть в монополию совершенно непредсказуемыми результатами. Где же еще как не в деревне представится возможность поучаствовать в соревновании по чистке моркови, пусть и с одним участником, выиграть конкурс белых зубов и проиграть конкурс вежливости, порыбачить, запустить воздушного змея, а самое главное – драки с кузенами. Это запомнится больше всего, потому что впервые жаны дерутся не сами с собой, а с другими мальчишками. И стоят они один за другого, как мушкетеры. Ну и Эврика, малыш Жан-Е заговорил на латыни. Всего одно слово – ватьпле, но ведь прогресс. Правда, здесь есть один секрет. Но дедушка, а особенно Жан-А, будут хранить его надежно. Окончание лета знаменовало собой переезд в Тулон. Горошина на шестерых написана последней, седьмой, но по хронологии событий ее следовало бы поместить перед третьей книгой цикла. Жан-Б, рассказчик и он же автор, учится в четвертом классе, дружит с Франсуа, и они играют в захватывающие шпионские игры, обмениваясь шифровками, написанными невидимыми чернилами и закодированными азбукой Морзе. Жан-Б начинает писательскую деятельность, уже в этом юном возрасте сочиняя великолепную единицу, под впечатлением книг любимой писательницы Эмит Блайтон. Третья книга цикла «Суп и золотых рыбок» посвящена переезду в Тулон. Семейка Жанов получила новый дом, просторный, светлый, современный, с двориком, садом и огородом. Никакого сравнения с прошлой тесной квартиркой в Шербуре. Но рассказчик жалеет о том, что пришлось расстаться с друзьями, любимым магазином, окном в туалете, из которого удавалось посмотреть очередную серию «Рентинтина» по телевизору в квартире напротив. Старшим предстоит идти в школу, чего они немного побаиваются, хоть и боятся в этом признаться. Еще бы, идти впервые на занятия в коротеньких штанишках и клетчатых рубашках, выписанных по каталогу, это то еще испытание. Надо сказать, боялись не зря. Испытание было не из легких. Дома тоже приключений хватает. Война с загадочными и невидимыми кастерами, вечеринка Жанна А. вместо подготовки контрольной, несъедобный пирог в соседке с непроизносимым именем, бойцовский петух и суп из золотых рыбок. Сразу скажу, золотые рыбки мальчиков не пострадали. Но кто же знал? И что порадует больше всего, так это телевизор. Наконец-то он появился в этой семье. В книге «Шоколадные каникулы» приключения семейки продолжаются. В этот раз они отправились отдыхать в пансионат у моря. Море – это уже почти рай для непосредливых шалунов. А тут еще столько приключений. Это и поход. Тайный, правда. Цирк Пиппола. И знаменитый Тур-де-Франс, который как раз проходит в городке, где они отдыхают. А и Б – уже настоящие фанаты. Они ведут тетрадь, куда записывают протяженность тех этапов, их сложность, количество ущелий, рейтинг участников. Внимательно следят за новостями. Мальчишки собирают наклейки, сувениры, спорят, кто выигрывает. Провинившись в очередной раз и попав под домашний арест, Жанны лишились возможности присутствовать на долгожданном мероприятии. Детям повезло. У них есть дедушка, и он уже спешит на помощь. Вишенка на торте завершает детские рассказы Жана Б. Читатель заметит, как все герои подросли. Даже младенец Жан Е, целыми днями орущий в прошлых книгах, научился говорить, выкрикивая наизусть музыкальные заставки ко всем телепередачам. Жаны А и Б не просто совершили скачок роста, но вошли в подростковую стадию Жанов. Старший Жан А хочет быть кумиром молодежи, и теперь всей семье грозит нашествие страшного и опасного вида человеческой расы – девчонок. Насмотревшись на брата, Жан Б поклялся никогда не влюбляться. Уж лучше стать морским скаутом. Вот только он еще не знает, что в скаутском отряде его ждет большой сюрприз. В общем, деваться от подросткового возраста совершенно некуда. И хотя у мамы все всегда под контролем, а папа мастер на все руки и очень хороший врач, на этот раз уберечь Жанов у них не получится. В этом году семье предстоит узнать, что такое настоящая молодежная вечеринка. Шестая книга цикла «Шашлычок из редисок». О чем же новые истории, рассказанные в этой книге? Прежним остается оружие. Это грязные носки в борьбе старших братьев. Когда в семье шестеро мальчишек всегда есть с кем поиграть и подраться. Приключения у Жанов рождаются на ровном месте. Игра в морской бой перерастает в перестрелку бумажными шариками. Просмотр зимней Олимпиады становится прологом к лыжному спуску спиной вперед. А принесенные в дом улитки предвещают появление черепашки, дрозда, шиншиллы, кота и в конце концов гиперактивного пса Дика. Книги о Рувиньо – это то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детства, которое делает человека счастливым на всю жизнь. Пусть совместное времяпрепровождение будет частым источником радости и теплых воспоминаний. Собирайтесь в гостиной и читайте детям вслух, обменивайтесь мнением о прочитанных книгах. Желаем вам приятного семейного чтения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова